Уважаемые коллеги, уважаемый оргкомитет, спасибо, что предоставили такую возможность выступить. Я рассматриваю это как признание всей медицинской физики ее роли в лучевой терапии. Когда объявлялась данная тема, мы надеялись спровоцировать себя на то, чтобы реально приступить к биофизическому моделированию, которому нас учили в институте и к которому мы не могли приступить, потому что все время отвлекались. Однако в процессе работы столько много я времени ни на один заклад в своей жизни не потратил, но тем не менее в итоге получил некоторое разочарование, потому что не нашел ответы на вопросы, которые меня волновали. И какие именно эти вопросы, частично будет понятно дальше. Для начала, что мы знаем из радиобиологии, о том, как действует излучение и как работает лучевая терапия. Хороший источник – это относительно современный учебник по основам клинической радиобиологии. Я не буду останавливаться на совсем азах типа сигмоидной формы выживаемости клеток, 4 или 5Р и тому подобных вещах. Я больше акцентирую внимание на неких макроэффектах. Первое – это как все развивается во времени. Как физик. Я мыслю как физики, говорю как физик. Прошу меня извините, если это будет не очень понятно. На что обращают внимание физики? Эта репопуляция начинается с задержкой во времени. И в это время задержки происходят очень сложные процессы. И, понятно, наличие этих процессов вызывает подозрение, что жизнь не так проста, как кажется. Следующий вопрос – это что происходит с нормальными тканями. Я обратил внимание на то, что латентное время ранних реакций глобально не зависит от дозы, но острота и продолжительность ранних реакций зависит от дозы существенно. Восстановление после ранних реакций, основанных на выживаемости стволовых клеток, бывает обычно полным. Поздние осложнения основаны на взаимозависимой реакции клеток паренхимия, эндотелия, фибропластов, сосудов, макрофагов и других клеток. Латентное время поздних хронических осложнений обратно пропорциональны дозе. Конечно, это понятные вещи, я их давно знал, но в данной ситуации я их положил рядом для того, чтобы было наглядно видно. Теперь, какие бывают нарушения? Бывает структурная толерантность ткани, которая зависит исключительно от чувствительности клеток к излучению, и функциональная толерантность, зависит от организации ткани и резерва. Особое внимание – это наличие миграции клеток. Известно, что клетки могут мигрировать примерно на сантиметр. В нейроприложениях мы знаем, что толерантность, когда мы опускаемся в объемах меньше сантиметра, растет астрономически, чего только стоит доза 100 грей за один сеанс при функциональной радиохирургии. Ну и, наконец, микросреда опхоли. Радиобиология обычно оперирует понятиями оксигенации именно, хотя микросреда намного сложнее, и чем дальше мы живем, тем больше данных мы получаем о том, что происходит. Это резюме по тому, что дала наша радиобиология клинической практике. Есть формулы, которые позволяют сравнивать режимы фракционирования. К ним относятся эквивалентные дозы, биологические эквивалентные дозы. И есть формулы, которые аппроксимируют вероятности контроля опухоли и реакции нормальных тканей. Что же происходит при гипофракционированном облучении? Наиболее концентрированная фраза, которую я нашел, это в указанной монографии. Реакция опухоли на высокие дозы прогнозируется из классической радиобиологии 5Р. И пока нет доказательств какой-либо особенной эффективности высоких доз в опухоли, помимо ожидаемой от гибели клеток в предподводимых дозах. И статей, в которых применяются формулы аппроксимации, перечисленные выше, огромное количество. Один из примеров прямо демонстрирует, что высокая степень локального контроля опухоли достигается при стереотоксическом облучении, достигаемой полностью объясняется высокой биологической эквивалентной дозой. Аналогично есть работа, где аппроксимируются нормальные ткани. Несколько смущает коэффициент альфа-бета, полученный равный одному грейд. Это не совсем привычная для нас величина, что вызывает подозрения в корректности, вообще-то говоря, работы радиобиологических моделей. Что такое модель в радиационной онкологии? Модели нереальны, и один умный человек по имени Джордж Бокс сказал, что все модели неправильные, некоторые модели полезны. Я бы сказал, что можно добавить, что некоторые модели вредны. Вот один из примеров – это известное исследование 1974 года по поводу 5-фторулацилы, когда не было лабораторных данных, и исследование строилось исключительно на клинике. Успешные исследования. Если бы исследования лабораторные были проведены раньше, то вряд ли бы это исследование было спланировано. И, наверное, можно найти множество примеров в других местах. Если посмотреть на то, какие режимы фракционирования используются, мне показалось, что существует две глобальные группы. Есть некоторое увеличение по сравнению с обычным фракционированием – 2,5-3,5 грея. И есть несколько фракций, но очень крупных. И с точки зрения биофизического моделирования интересен как раз второй случай, потому что он гораздо дальше отстоит от классического фракционирования и легче видеть закономерности. На что я обратил внимание, что может работать за стереотоксическое облучение и за гипофракционирование. Это распределение биологически-эквивалентной дозы. Причина простая. Биологически-эквивалентная доза при высоких дозах пропорциональна примерно квадрату физической дозы. Поэтому градиенты и нагрузки реальные на нормальные ткани существенно уменьшаются. Еще есть лабораторные указания на то, что микросреда зависит от объема облучения, которые связаны со стереотоксическим облучением. И это пример исследований, в котором демонстрируется, что при стереотоксическом облучении щадятся различные элементы крови. Вот это существенный слайд. На этом слайде выражены два глобальных вопроса, которые у меня возникают, когда мы анализируем планы облучения. И это вопросы, на которые я не вижу ответа, и то, что более-менее имеет практическое значение, и что не является, как мне кажется, предметом научных исследований. Это капонарное и некапонарное облучение. Помимо распределения на нормальные ткани, есть еще вопрос, что происходит на границе. При капонарном облучении мы более-менее одинаково облучаем границу, облучаем во всех направлениях. В этом контексте этот вопрос, мне кажется, выпал из поля зрения. И другой момент, где нам нужно останавливаться. Сейчас, с моей точки зрения, есть перекос в оценке качества планового облучения в сторону очень высокой равномерности. А это ведь приводит к тому, что мы облучаем довольно сильно за пределами опхали. И мы можем вываливаться за тот сантиметр, где есть миграция клеток. Не говоря о том, что при увеличении реального диаметра облученного объема резко растет вообще объем облученных тканей. Мы находимся перед лицом нового давления в виде иммунологии. Вот споры, сто лет назад, будущее за облучением, будущее за иммунологией. Ирония в том, что лучевая терапия теперь уже выглядит как иммунный агент. Это довольно серьезный вызов, потому что, если мы хотим заниматься серьезно геофическим планированием всей лучевой терапии, мы должны видеть все вокруг. И вот яркое проявление сложности процессов, связанных с иммунной системой, это обскопальный эффект. Это явление при лечении метастатического рака, когда происходит уменьшение опухолей не только в области лечения, но и в областях за пределами локального лечения. Таких эффектов было опубликовано 46. Немного, но, наверное, очень многие не опубликованы. Известен эффект зависимости радиомодификации иммунной системы от ряда факторов, от дозы зафракционирования, за облучаемый объем. Известны примеры, когда совместное действие лучевой терапии и химических агентов, иммуноагентов приводят к индуцированному обскопальному эффекту. Что касается биофизического моделирования, могут быть подходы сверху вниз, снизу вверх. Это пример, когда используются базовые биологические данные, пишется дифференциальное уравнение, решается и демонстрируется, что описывается в клинические наблюдаемые явления. С моей точки зрения, это не совсем биофизика, потому что нормальная физика подразумевает анализ свойств этих систем, нахождение состояния, переходы между состояниями, что нужно сделать для перехода и так далее. Так или иначе, я пытался подвести вас к мысли, что для биофизического моделирования нам нужны данные. Не имея данных, мы вообще не можем ни о чем говорить. И самое важное, вот эта тема уже, та тема, которую мы изучаем много лет, пытаемся найти решение. Эта задача реально сложная, но другого пути у нас нет. Есть группа людей, которые, среди врачей, которые говорят, что нужно использовать данные, которые возникают в процессе лучевой терапии, их использовать, и это движение усиливается, просто растет как на рождях, бигдата и прочие термины, постоянно на слуху. Когда мы анализировали, как можно решать такие задачи, то обратили внимание, что есть несколько подходов. Есть программные продукты, которые помогают проводить локальные клинические исследования по какой-то теме, они легко настраиваются не специалистами в компьютерных науках. Есть попытки создать более-менее универсальные базы данных для того, чтобы обмениваться между институтами и прочими источниками данных. Наиболее профессиональный и серьезный – это онтологический подход. Есть масса онтологии, это способ представления знаний о какой-то предметной области. Использование онтологии открывает широкие пути к моделированию данных, сбору их, использованию данных из других областей, о которых вы в данный конкретный момент ничего не знаете. В отличие от революционных баз данных, онтологии – это объекты и связи между объектами. И эта паутина универсальна, с помощью ее легко описать реальную жизнь. Есть математические методы, как эту паутину контролировать, как изникать из нее данные. Есть два открытых кода паутологии в области лучевой терапии. Мы их изучали глубоко, но это пока не очень серьезно. А вершина той инфраструктуры, которая, мне кажется, реально работающей для сбора данных, является, как оказано на этом слайде. Особенность здесь в том, что информация хранится в обычном сервере революционном. Но есть специальные программные средства, которые генерируют графы, соответствующие этим данным на лету. И уже к этим графам можно применять методы машинной обработки. И последний вопрос, принципиально важный для сбора данных, только после чего можно говорить о моделировании. Это машинное обучение. К сожалению, нет времени уже об этом рассказывать. Есть даже целая монография по поводу машинного обучения в революционной онкологии. Огромное количество презентаций на Астра 2017 по поводу использования этих алгоритмов для анализа данных. Этот пример демонстрирует предсказание выживаемости в зависимости от многих-многих параметров. Реально, это могут быть сотни параметров, участвующих в обучении машин. Но машинное обучение дает не только предсказание чего-то. Машинное обучение позволяет группировать по каким-то интересам, анализировать зависимость данных и так далее. Это мощнейший инструмент, и по нему столько же презентаций на Астра было, сколько и по иммунологии. Что мы пытаемся сделать в этом направлении? Мы пытаемся привлекать внимание. Есть семинар медицинских физиков, который проходит на базе Ронск. Было специальное заседание, посвященное машинному обучению. Людей было на нем меньше, чем обычно, что говорит о том, что в нашей комьюнити пока очень мало людей, способных с этими данными работать. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова